Слегка уменьшил зазор в разряднике, лампа 35 ватт, 12 вольт, галоген. При этом греются шепресторы повелика, вот такой вот импульс. Импульс до 3 киловольт и по длительности примерно то же самое. Лампа на 220 вольт, 50 ватт, галоген, маленький зазор. Слабое освещение, потребление, где-то 30 ватт всего генератора. Импульс более 3 киловольт, длительностью где-то 10 микросекунд. Весь спад у него. Ещё раз по генератору. В данном случае питается он от низкого напряжения. Вот генератор, здесь ключ, радиатор, логика, высоковольтный трансформатор, первичка, вторичка. Это конденсаторы удвоителя, диоды, разрядник. А это цепь нагрузки уже последовательно с разрядником. То есть конденсатор заряжается, разряжается через разрядник и нагрузку. Вот здесь я сделал лампу с катушками. Две катушки по-болотовски, двумя проводами намотаны, приклеены термоклеем, примерно напротив спирали. Здесь одна спираль в лампе, здесь другая. Получается, это анод. Вся спираль задействована, оба контакта. Анод идёт на плюс. Анод идёт на плюс. Так, катод взят один контакт спирали. И последовательно катушки. То есть параллельно. Эта часть к каноду, а эта к катоду. Без подогрева лампа не мерцает. Так, без подогрева лампа. Если я включаю подогрев, в данном случае 10 вольт на 120 миллиампер. его видно. Вот он как бы светится. Есть какие-то разряды. То есть мерцание лампы. Но очень слабая. То есть если лампу просто включить, она будет сильнее мерцать, чем вот с этим накалом, с катушками. Выключаю накал, и нет мерцания. Плохо видно мерцание. Со сварочным аппаратом получилось сделать то, что я хотел. Значит, вот это силовой трансформатор, у него всего одна выходная обмотка. Вот к ней я и подключил входную обмотку строчника. Обыкновенного строчника, ранее использованного. и поставил разрядник где-то на пару-тройку сантиметров. На минимальном токе дуга сразу загорается. Ну, не совсем. Это загорелось. То есть регулировкой тока я могу её умышлять. То есть уже по напряжению похоже нормально. По первичной обмотке высоковольтного трансформатора вот такой сигнал. Если увеличить мощность, то частота будет 57 кГц. В данном случае на силовом трансформаторе сварочника 5 витков выходная обмотка, а первичка у высоковольтного 11, где-то 12 витков. Соответственно, если я уменьшу витки, то я могу испалить этот высоковольтный трансформатор. Соответственно, буду делать с угой. Отлично. Пока готовлю макет, сделал нормальные выводы из инвертора. Переделал строчник 7 витков первичка 8 мм сечения квадратных. Ток. Просто разрядник для проверки. Входная мощность на минимальном токе в инвертор. Сигнал на вторичке или на дуге. Увеличиваем мощность. Ну, до 600 ватт доходит и более 10 кВт. Тест лестницы Илья Кова. 500 ваттный вариант. Максимальная мощность. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Продолжение следует... Продолжение следует...